Итак, добрый день. Сегодня у нас с вами вторая часть видео, как красиво подать проект. В прошлом видео, ссылка на него будет в описании, я показал, как простым и удобным методом сделать красивую разрезку дома, чтобы можно было вынести его на листы. Сегодня у нас с вами небольшое продолжение. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Колокольчик вам помогает, чтобы не забыть, когда выходят новые видео. YouTube сам вас оповестит. Спасибо. Итак, что мы сегодня с вами делаем? В первую очередь, мы с вами научимся работать со взрыв-схемой, достаточно забавной и интересной вещью, которая поможет вам сделать красивую презентацию проекта. Это касается и трехмерных видов, ну на самом деле любых проекций. Что мы с вами сделаем? Во-первых, стандартный трехмерный вид в диспетчере проекта. Я нажму правой кнопкой мыши, копировать вид с детализацией, но чтобы его потом в дальнейшем не потерять. Я, может, хочу сделать отдельный трехмерный вид обычный, отдельный со взрыв-схемой, чтобы он мне в дальнейшем не помешал. Переименую трехмерный вид, переименовать, взрыв, взрыв. Как происходит работа вообще взрыв-схемы и как ее настраивать в проекте? Сразу же могу сказать то, что взрыв-схема это, грубо говоря, ее физическая особенность, как она устроена. Вы можете свободно перемещать объекты от пространства вида в нескольких плоскостях, а они никак не влияют на план итоговый нашего проекта. Покажу на примере. В первую очередь я подсвечу крышу свою и у меня сверху есть маленькое окошко переместить элементы. Нажму на нее. У меня образовалась, по сути дела, сборка моего элемента конструкции, который я могу с зажатой левой клавишей мыши по пространству перенести. При этом, обратите внимание, граница области трехмерного вида не влияет на глубину проецирования. Что я могу сделать? Подсветив ту же самую крышу, я могу назначить функцию по траектории. Траектории нам помогут описать, откуда был вынесен этот объект. В случае крыши он выглядит достаточно криво, потому что она по контурам, по четырем границам основным ее выносит, ну и по всем основным конькам. Если вы посмотрите, они никак не совпадают с границами нашего дома, что не сильно эффективно. Если вам не нравится так, как выглядит ваш взрыв схемы, вы всегда можете нажать Escape, подсветить крышу и нажать функцию сброс. Она автоматически вернется назад. Нажму Ctrl Z. Что я могу сделать еще? Я могу нажать функцию правка, и тогда могу отредактировать контур видимого основного элемента, если мне что-то необходимо в него добавить. Но обычно ничего не правят, а только добавляют элементы на взрыв схему. Сбросить. Предполагаю я, что хочу на самом деле сделать проекцию каким образом? Чтобы мне видеть план моего второго этажа, ну или первого этажа, без разницы. Частично подрежу. Вот, предположим, план первого этажа. И хочу отодвинуть либо стены, либо группу каких-либо элементов, чтобы посмотреть, что располагается внутри. При выделении группы элементов, также работает функция перенести элемент. Я могу стенку отодвинуть в сторону, могу отодвинуть ее в сторону и вверх, либо мог отодвинуть просто ее вверх, если мне это необходимо. Отодвину вверх. И я могу точно так же обозначить траекторию, откуда мы с вами достали данный элемент конструкции. Я могу точно так же сделать отдельно взятыми элементами, предположим, окно, взрыв схемы, отодвинуть, а для заказчика показать контур, откуда был, по сути дела, достан этот элемент. И вот таким образом могу его разорвать. Предполагаю я, что хочу показать в сборке весь мой дом. Верну обозначение все. Сброс. Сброс. Трехмерный вид подниму. И предположим, я хочу отодвинуть контур своего гаража. Вместе с крышей, со всеми элементами. Главное не забыть то, что вы выделяли. И отодвинуть все элементы целиком. Чтобы, предположим, показать структуру, из чего сделан мой гараж. Все, что не нужно, можно подрезать. Я могу разобрать весь дом по частям, чтобы в дальнейшем вынести его на листы. Предположим, я головную вот эту стенку, хочу увидеть, что у меня внутри моего дома. Я точно так же выделю. Абсолютно со всеми элементами. И вынесу необходимое. Я могу нажать функцию править и добавить те элементы, которые у меня не вынеслись. Предположим, я хочу ограждение, чтобы у меня тоже перенеслись. Для этого еще раз, что я сделал? Ctrl Z. Ctrl Z. Сохраню данный этап. Отодвинул стенку. Подсветил ее. Нажал правка. Выделил необходимые элементы. И они автоматически будут выдвигаться. В зависимости от того, что я подсвечиваю. Ок. Я могу так же для всех элементов назначить траекторию, по которой они у меня выдвигались из моего дома. Могу с трехмерного вида это сделать. Разобрать все элементы конструкции по частям. Абсолютно. Это касается и узлов тоже. Причем, обратите внимание, перейду на план первого этажа. Это никак не повлияло на общий мой план. Это никак не повлияло на стандартный трехмерный вид. Это чисто визуальная надстройка, при помощи которой я могу разобрать все, что захочу. Предположим, перекрытие хочу выдвинуть, чтобы показать, как устроено у меня перекрытие. И точно так же, как и все остальные элементы. Лист новый создать. Пускай у меня будет А2А. Точно так же я могу вынести эту взрыв схему на отдельный лист с отдельными областями. Я думаю, что вы замечательно разберетесь, к чему можно применить данную схему. Как можно ее использовать. Таким образом вы можете настроить вид любого узла, элемента. Теперь представьте, как можно еще применить. Давайте я все это сброшу. Сброс. 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 Предположим, я хочу увидеть узел моей лестничной площадки, по сути дела. Моей лестницы. Я подрезаю таким образом, чтобы видно было только лестницу. Напоминаю, что я подрезаю границами области трехмерного вида. Я уже о нем говорил. В панели свойств границы трехмерного вида. Подрезаю, чтобы чисто видеть свою лестницу. Вон она. И я могу точно так же разобрать ее и показать заказчику, что за лестница. Справка. Ограждение тоже перенесу. Удалить не нужен элемент. Да, если вы хотите удалить случайно добавленный элемент в то, что вы перенесли. Справка. Удалить. И подсвечивайте тот элемент, который нужно удалить из взрыв схемы. Так я могу посмотреть на лестницу. Отдельно никуда ее не копируем. Я думаю, что функция будет вам полезна. Достаточно короткое видео. Дальше мы углубимся с вами в архикад. И давно у нас не было скейтчапа. Пока сделан небольшой перерыв по Рэвито. Но это не значит, что я про него забыл. Если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно делать. И спасибо всем тем, кто поддерживает канал. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok